Главным посланием форума стала фраза «Мир народу Сирии». Ее можно было увидеть на плакатах и флагах во всех помещениях медиа-центра в Олимпийском парке, где проходил форум. В Сочи собрались более 1500 делегатов, представляющих все слои сирийского общества. Это участники всех влиятельных политических движений, которые действуют в самой стране и за ее пределами. Представители сирийских властей и те, кто совсем недавно находился по ту сторону линии фронта с оружием в руках. Освещали этот крупный форум около 500 журналистов. Это представители крупнейших телекомпаний и других изданий со всего мира. Открыл конгресс сирийского нацдиалога председатель торгового союза Сирии. Он отметил, что только сирийцы имеют право определять будущее своей страны. «Мы собрались, чтобы громко провозгласить. Руки прочь от Сирии». Прекратите вмешиваться в ее дела и разжигать огонь смуты и раскола. Наш народ уже испытал немало мучений по причине этих неприкрытых вторжений. Но даже после этого мы оставались примером мирной совместной жизни, символом стабильности и безопасности. Российскую делегацию на Конгрессе представляет спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Глава российского МИДа Сергей Лавров зачитал послание от президента Владимира Путина к участникам Большого форума и назвал площадку Конгресса уникальной. «Хотел бы выразить искреннюю признательность нашим коллегам из Исламской республики Иран, Турции, Организации объединенных наций за совместную коллективную работу по подготовке этого форума. Учитывая беспрецедентный характер этого собрания, когда в одном зале сегодня присутствуют представители такого большого числа групп этнических, социальных, политических сирийского общества, конечно же, важно начать с того, чтобы вырабатывать взаимные доверия, вырабатывать способность работать сообща». Основная цель Конгресса – оживить процесс политического урегулирования конфликта в Сирии. Уникальная площадка для диалога между различными частями сирийского общества была создана по инициативе России при поддержке Ирана и Турции – стран-гарантов, которые контролируют режим прекращения огня в Арабской республике. Сегодня необходимо возродить Сирию, расколотую войной. Ну а начать нужно с Конституции. Создание этого главного документа обсуждается уже давно, и в Сочи этот процесс должен сдвинуться с мертвой точки. Завершится Конгресс завтра, 31 января. Напомню, война в Сирии началась в марте 2011 года. По оценкам ООН, в республике погибло от 300 до 500 тысяч человек.